Сегодня в первом взгляде автопанорамы тест-пилоты оценят новинку белорусских дорог Suzuki SX4. Начнем, пожалуй, с внешнего вида. Егор Прокопович, тест-пилот из народа, поделился своими впечатлениями о дизайне SX4. Дизайн автомобиля Suzuki SX4 нельзя назвать выдающимся. В то же время автомобиль выглядит достаточно современно. Внедрены современные технологии, вроде таких, как светодиодная подсветка фар, элементы хрома. Неплохо смотрятся пластиковые накладки на арках и порогах, что придают автомобилю приятный внешний вид. По сравнению со своими предшественниками, новый Suzuki SX4 подрос и получил более агрессивный внешний вид. Особенно выразительно выглядит передняя часть кузова благодаря крупной хромированной решетке радиатора и фарам со светодиодными огнями. Хромированные накладки на порогах придают кроссоверу внедорожный вид. Корму автомобиля украшает аэродинамический козырек, установленный над стеклом пятой двери. В целом дизайн автомобиля указывает на принадлежность его классу кроссоверов. Далее эстафету принимает Александр Васько, который расскажет, насколько удобно, эргономично и комфортно внутри SX4. Полная комплектация GLX, доп. опции не предусмотрены, поэтому что мы имеем в арсенале? Кожаный руль удобный, приятный. Подрулевые лепестки переключения передач, коробки, автомат. Отдельно хочется отметить плавность переключения всех передач. Удобное водительское сиденье, правда с механическими регулировками, но к этому можно привыкнуть. Удобный подлокотник с несколькими режимами регулировки. Хорошая мультимедийная система. Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону. Пространство в салоне прибавилось. Удобные кресла с хорошей боковой поддержкой и приятными материалами отделки придутся по душе каждому автолюбителю. Хромированные вставки добавляют изысканности интерьеру. Управление мультимедийной системой и другими элементами автомобиля находится перед водителем на большом сенсорном дисплее. На заднем диване легко разместятся два взрослых человека. В дальней поездке будет незаменим широкий подлокотник. Багажник средних размеров. Он приятно удивляет своими функциональными возможностями. Много крючков для крепления, а двойное дно скроет инвентарь, который необходим в дороге водителю. По мнению Вадима Прупаса, ведущего рубрики «Вторые руки», новый турбированный двигатель спроектирован грамотно. В диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту доступен максимальный крутящий момент, а максимальная мощность на 5000 оборотов в минуту. Получается, что по городу можно очень динамично передвигаться, но и на обгонах автомобиль будет уверенно ускоряться. Под капотом автомобиля установлен турбированный двигатель объемом 1,4 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 220 ньютон-метров крутящего момента на широком диапазоне оборотов. Стоит отметить, что двигатель стоит довольно-таки компактно, к нему есть очень хороший доступ в случае технического обслуживания. Ну и в целом можно отметить, что он хорошо подходит данному автомобилю. При этом у тестовой машины бортовой компьютер показывает 9,9 литров на 100 километров. Стоит учесть, что на автомобиле все ездят динамично. Шестиступенчатый автомат работает хорошо. Педаль акселератора предсказуемо реагирует на ее смещение. Автомобиль плавно реагирует на перемещение педалей в первой половине хода, а во второй выстреливает как надо. Автомобиль по дороге идет очень хорошо и уверенно. Стоит отметить хорошую энергоемкость и достаточно высокую стойкость на пробой. Также автомобиль достаточно неплохо держится в поворотах. В общем, для городской езды более чем достаточно. Даже можно смело выехать на проселок какой-то и ехать довольно-таки уверенно. Подвеска энергоемкая, поглощает в себе мелкие стыки и неровности. Но на более крупных ямах ожидаешь чуть менее жесткой реакции. Зато в поворотах кроссовер стоит неплохо. Срыв в занос начинается уже в критических ситуациях. Система стабилизации работает с некоторым опозданием. Вадиму это даже понравилось. Автомобиль позволяет чуть-чуть пошалить, а в крайних ситуациях не дает уйти в неконтролируемый занос. Елена Еременко, наш тест-пилот и неоднократный участник соревнований по триалу, решила оценить внедорожное качество SX-4. Несмотря на то, что это не внедорожник, но все же полноприводный автомобиль, он может спокойно съезжать с дороги общего пользования и ехать, к примеру, по полевой дороге. Съезд к полю оказался с некоторыми естественными неровностями, которые SX-4 преодолел без проблем. Можно было особо не переживать за передний бампер, так как он в SX-4 обновлен полностью и свесы не мешают преодолевать препятствия. И уж тем более можно не волноваться за лакокрасочное покрытие. Suzuki SX-4, на мой взгляд, выглядит довольно-таки оригинально. За счет хромированной вот такой вот окантовки решетки радиатора, современно выглядит, светодиодная оптика тоже довольно-таки в современном исполнении выполнена. Но, что больше всего привлекло мое внимание, это пластиковый бампер. Для полноприводного кроссовера эта вещь очень актуальная. Можно не бояться ездить по каким-то небольшим преградам, боясь повредить лакокрасочное покрытие. В целом, очень достойная вещь. На полевой дороге полноприводный кроссовер вел себя достойно. Равно, как и при съезде на обочину. Спокойно, без проблем съехал в кювет и выехал из него. К слову, все действия происходили в режиме драйв. Итак, подведем итог. Наши тест-пилоты постарались с совершенно разных ракурсов рассказать о новом Suzuki SX-4. Основной вывод будет таким. Команда положительно оценила эффектную премьеру белорусских дорог. Новый Suzuki SX-4 стал более выразительным, молодежным, драйвовым и ездить на нем стало очень интересно.